Снова заливаем лабор. У меня снова обрабатывается проба ультразвуком. Тут у меня заработал еще один микроскоп. Тут происходит целая жизнь и вот так это выглядит через глазок. Вот это проба. Пыль я еще не убрал. Теперь мы можем наблюдать на мониторе. Здесь регулировка. Мы можем двигать стол. Здесь регулировка фокуса. Фокус здесь электронный. Но эти блоки сейчас не подключены. Тут есть разные фильтры. Это чтобы выявлять дефекты, я предполагаю, на металле. Сейчас стоит пятый объектив. Ляйка. План флюара. И мы ставим десяточку. Фокус немножечко отошел. Я его корректирую. И вот так мы видим объекты через вдох оба лица, точнее верхний свет. Вот мы можем укрупниться. И мягкий фокус. Мягкий фокус, потому что мало света. Почему мало света? Ну а конечно, думаю, надо протереть линзы. Почему мало света, сейчас покажу. Вот как говорю, вот этот шикарный стол. Шикарный стол, на котором микроскоп может двигаться. Я его могу тихо выдвигать, не мешая никому вокруг. И вот здесь я установил вот такую вот линзу. Не линзу, а светодиод. Без линзы. Он подходит вместо вот этой лампы галогеновой, которая управляется блоком. Вот этот пульт на каждый объектив. Свой свет. Вот этот блок для второй лампы, ртутной лампы. Предположительно, которая тут стоит. Может быть она и не ртутная. Я не знаю, какая пока. Но я ее не задействовал. Эти фильтры будут работать именно с вот этой ртутной, возможно и не ртутной тоже лампой. Я не знаю, что за лампа. Это флуоресцентный микроскоп. Называется он техникал. Не может поймать фокус. Так. Техникал инспекшн компани. Инспектрон 880. Это флуоресцентный микроскоп. Его производит Ляйка. А вот еще тут есть вот такая большая кассета двигается. Вот она. Так. У меня пропала картинка. Вот она как-то меняется. Но это для второго освещения. Тогда я ставлю линзу. Это была десятка. Ляйка. Это двадцаточка. Фокус убежал не сильно. И даже лучше. Я предполагаю, что нужно мыть объективы. Нужно мыть объективы, чистить. Объективы здесь. Так. Сейчас я уменьшу. Вот. Это уже крупнее. И чем интересен этот микроскоп. Он дает другую картинку кроме верхнего света. Он за счет остроты фокуса структуру больше показывает. Структуру среза. Если так можно сказать. Вот. Поэтому мы наблюдаем несколько другую картинку, чем мы наблюдали ранее. К сожалению, трансляцию не могу сделать с телефона. Затем запрещает мне. Поэтому записываю видео, чтобы его выложить. Сейчас вот как раз говорил об этой остроте фокуса. Вот он. Именно срезы. Да. Вот этот объектив чище. Я думаю, все нужно мыть, чистить полную. Провести ему подготовку к работе. Разумеется, я все же допаяю этот провод. Это пятьдесяточка. Полтинник. И фокус здесь остался. И как я говорил, очень острый он. Очень острый. Я сначала думал это недостаток. А теперь я понимаю, что это большое преимущество. И именно с такой остротой фокуса я смогу лучше понимать структуру этих объектов, их срезов. Если это применимо здесь. Классно видно. Да, тот объектив, видимо, был грязный. Фокусное расстояние очень маленькое. Его вообще не видно здесь. Это конфокальная оптика. Как вот здесь. Если будет видно. Вот такие вот объективы огромные. Вот такого типа оптика. Это полтинничек. Это уже результат. Благодаря вот этой лампе. Другой светодиодной. Это хороший результат. Я оставлю соточку. Ни о каком масле тут речи не идет. Это не иммерсионные объективы. Такой вот у меня ускорилось дыхание. Потому что сейчас я еще подведу сто пятьдесяточку. И пока что у меня света не хватало даже увидеть вот это. А теперь я вижу вот это. Это двадцать процентов. Мы можем это укрупнить очень сильно. Если это двадцать процентов то пятьдесят. Мало света. Но все же это можно поработать в программе и больше детализовать. Так. Верну на двадцать процентов. Сейчас подвигаю. Отличный стол. Стол здесь огромный. Размером с руку. Стол вот как рука. Так. Одной рукой неудобно. Конечно хочется автофокус. Хочется джойстик как здесь и должно было быть. Это не простой микроскоп. Такой микроскоп сейчас продается. Стоит с доставкой до Германии по-моему около пятнадцати тысяч евро. Непроверенный. Находится он в Америке. Второй микроскоп у меня. И пока микроскопов таких больше нет в продаже. Они доступны. Так же как и запчасти к ним. И информация о них. О настройке. О устройстве. Вот это хорошие кадры с сотового объектива. Я ставлю сто пятьдесятый объектив. Оптическая микроскопия не позволяет увидеть что-либо на сто пятьдесятке. И все же это не так. Это не так. Это говорит о том, что я куплю еще двести пятьдесятку. Я очень хотел ее. Таких объективов в мире единицы. И доступная цена сейчас только на один объектив. И то для меня это очень дорого. Я хочу все же двести пятьдесяточку. Даже вот с таким слабым светом мы видим эти трещины, структуру. Это сто пятьдесятый объектив. Это больше предела оптической микроскопии. Ему сейчас очень темно. Нужен мощный свет. Но это первые мои кадры со сто пятьдесятого объектива. И вообще я первый раз смотрю через сто пятьдесятый объектив. Это для меня нечто новое. Одной рукой неудобно. Вот какая-то интересная штука. Вот таких объектов я не видел ранее. И вот сто пятьдесятый объектив. Это тема. И это работает. Я могу усилить яркость камеры. Увеличив выдержку, можно было еще усилить. Но это сто пятьдесятка. Это по-своему круто. Вот это срезы. И вот из каждого из этих кадров отдельных из них можно будет смоделировать 3D вот в этой же программе. Рейсингвив. Да, вот. Фокуса нет. И я думаю нужно просвечивать светом другой волны длины. Хотя у светодиода уже она отличается от обычного галогена. Вот какой-то объектик бы еще взглянуть на последок. Кроме вот таких вот. Какой-нибудь яркий, выраженный. Сто пятьдесяточка. Надо, конечно, знакомую пробу взять. В зеленом не очень привычно все это. И не очень мне нравится. Мне казалось тут еще где-то переключается. Что может быть белая подсветка. У нас грибочек попался. Вот, возможно, это белая, хотя точно не знаю. Но тут вообще ничего не видно. Интенсивность света очень низкая. Ну, надо разбираться. Сначала положено. Такая вот техника. Такая вот техника. Те然стам твери винат с его valve.